Треба 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 Бей-бей барабан Да, за счет советской власти Бориса, что вы видели? Ох, как бьет хорошо Видели какую-то штуку Ууу, а там народу сколько? О, ветераны все мои, мои ветераны все несут в лагерь. А я не знал, что я расту, все время, каждый час. Я сел на стол, но я расту, расту, шагая в класс. Расту, когда лежу в окно, расту, когда сижу в кино. Когда светло, когда темно, расту, расту я все равно. Идет борьба за чистоту, я подметаю и расту. Сажусь из книжки на такту, читаю книжку и расту. Стою с папой на мосту, он не растет, а я расту. Отметку ставят, но я иду, я чуть не плачу, но расту. Расту и дошеньки в мороз сушения моего пенера. Мой пес простудился, стал безголосым. Котенок шмыгнул у него перед носом. И медный больной тоже тягнул от него. Вот отчего тяжело за него. Я думаю о том, умеют думать звери. И вон шевельну хвостом. Котенок лонит дверь, и он думает о том, Что будет с ним потом. Есть мысли у телят, я видел, как телят. За хвостами шевелят, и в дальний откуда-то. Бывают у собак нерадостные мысли. Задумается пес, и уши вниз повезли. Я думаю о том, должны подумать птицы, Куда им полететь и где им приютить. Нам должны в конце концов подумать про птенцов. Я бабушку спросил, умеют думать звери. Она сказала нет. Но я еще проверю. Пять зеленых лягушат, В воду бросятся, спешат. Испугались цапли, они меня смешат. И я же этой цапли, не боюсь ни капли. Смешной цветок поставлен в вазу. Его не болели ни раку. Ему не нужно в лагере. Он сделан из бумаги. А почему такое? Вазно. А потому что он бумажный. Сегодня в цирке пол и спорт. Китайский фокусник-жинглер. Участвует в программе. Жонглирует шарами. В воду бросает и ворит он сразу. Двенадцать шаров и китайская база. Цветные сноганки он ставит на блюдо. И вместе с подносом взлетает посуда. В воду бросает любые предметы. Мечи, ракеты, флочки, букеты. Цветные стаканы и плюса. И хлопаем все и смеются. И смотрит и слушает Сережа Петра. Нету Сережи стеклянных шаров. Но дома стаканы найдутся. Теперь он погусник-жинглер. Он так и скажет маме. Он завтра выбежит под борт. Жонглируя мечами. Он нам захочет выпить чай. Стакан подбросит мне на чай. Потом поймает на лету. И поднесет его к году. Теперь мы, пожалуйста, чайник подбросили. Попросит его восхищенные гонки. И будут расспрашивать коров. Давно ли вы стали жонглером? Темно на арене огромной. Темно и в квартире его же. Ушли жонглеры и клоуны. Домой разродился Сережа. И вот к столу подходит он. Так отбросает смело. Сережа очень удивлен. Вдруг что-то зазвенело. Стакан разбился. Стеклянно явлется. Никто же не знал, что они разобьются. Другие бросают двенадцать шаров. И даже китайскую вазу. Но что не подбросит Сережа Петров? Все развивается сразу. Нет, говорит он, решено. Жонглером я не буду. Но мама прячет от него стеклянную посуду. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.